Я смотрю, у нас тут выборов просто охуеть сколько разнообразных. Про луну и мир в целом, или про луну и мир в целом. Блин, я даже не знаю, про что спросить-то тогда. Ну, наверное, про луну и мир в целом, а не про луну и мир в целом. Всем привет! Вы на канале Диофплей, и сегодня мы будем продолжать проходить час расплаты. Вот, да, перед началом не забудьте поставить лайки, написать комментарии, ну и погнали! А Женя, у которой есть и имя, и звание, что же с ней? Лежит ли она ещё там, где я её оставил? Или её кто-то нашёл и... Нет, даже думать не хочу о том, что может с ней в таком случае случиться. Надо будет наведаться к ней. Посмотреть, не случилось ли с ней ничего. Не нашёл ли её кто? Странно как. В лагере Женя для меня не значило совершенно ничего. А после совместной дороги и её смерти... Наверное, так оно всегда и бывает. Я глянул куда-то в лес. Нет, точно не сейчас. В такое время и заплатать не трудно. Да и найти я эту могилку вряд ли смогу. Она была рядом с лагерем. А уж где он, я точно вспомнить не в силах. А что же, Лиса? Она ведь осталась в лагере. И уж там-то может произойти что угодно. Сердце... Сердце сжалось от... Семясей тоски По той задорной рыжей девушке. Готовый как и утопить тебя в озере, Так и ворочить из любой ситуации За цену лишь одного удовольствия. Может ли она сама выжить? Чем будет питаться? Где возьмёт ночлег? Не сойдёт ли она с ума от одиночества? О котором меня предупредил старик Рана. Прибыли ли Лены с Мику? Нашлась ли славя в конце концов? Так ли фундаментально устроен этот мир, Как его описывала? Чёрт поверье! Я так или иначе возвращаюсь к ней, Женя! Все эти вопросы шершавые, Как кошкин язык. Жрали меня изнутри и снаружи. Волновали душу. Разрушили моё спокойное да... Мою спокойную да то ли жизнь. Покой. А ведь возможно те трупы висели там Для того, чтобы наконец обрести покой. Чтобы отойти от этой жизни. Тем более, что я и не знаю, Какая она тут, эта жизнь. Думал я, завидя уже издалека дом Рана. Возможно, тут она даже лучше, Эта жизнь, чем у нас. В каменных джунглях города мёртвых людей. Как я его назвал когда-то. Здесь нет ничего такого, Что искушает людей на самоубийство. Этих ненужных половых связей, Образования, Наркотиков и табачного дыма. Этого ничего нет. Но люди всё равно несчастливы, Судя по всему. Вывод напрашивается сам собой. Человек несчастлив всегда. А счастье роскошь, Которой удостаиваются единицы. И те психически больны. И откуда во мне такие мрачные мысли? Казалось бы, живи сам и дай жить другим. Как поговаривал Росфек, ЖИВИ, ДРАЧИ! Но нет, надо задумываться, Надо волноваться обо всём на свете. Да что же я за человек-то такой? Ещё немного времени, И я уже на полянке возле дома Роне. Костёр затух, Но лучина всё так же горит у двери, Как и в прошлый раз. Но самого владельца не видать. Возможно, спать пошёл. Который раз я пожалел, Что не знаю точного времени. Я заглянул внутрь дома. Передний никого. А вот на том матрасе, На котором этим утром я обнаружил себя, Дрыхла теперь Ульяна. За неимением подушки, Подложив руки под голову. Так она казалась обычной, Самой обычной девушкой. Девочкой. Самым необычным цветом волос. Но если по Жене, Где-то в глубине души горевал, По Алисе я скучал, То по Ульяне. Привязался я к ней. Совсем ручной стал. Было бы она чуть повзрослее, Влюбился бы. Хоть я уже и четверть века прожал, Я всё так... Я, блядь, А всё же как легко заставить мужчину, Любоваться женщиной любого возраста. Прекрасные они существа, Эти женщины. Чуждые мне, Но столь прекрасные. И опасные. Добавил я, Вспомнив недавний сон. И куда эти женщины только не заведут. Взять вот Женю, Отправила нас в какое-то дурацко-романтическое приключение, В котором она же и умерла. Мы от них зависим, конечно. Какие они от нас? Нас, можно сказать, Связывает некая пуповина. Они без нас жить вряд ли смогут. А вот мы приходим к этому печальному выводу Намного позже. Меня кажется, Снова понесло в философию. Средневековое это окружение Так влияет Или я всегда был таким? Постоянное общение в интернете или лагере Затупляло мои выдающиеся способности к размышлению? Выходя из дома, Тихонько засмеялся своей же иронии. И тут же, как ни странно, Я заметил Рена, Шагающего ко мне с корзиной каких-то грибов. Он шел, слегка сгорбившись от усталости, Шаркая ногами и тяжело дыша. Конечно, сейчас он мечтал лишь о том, Чтобы завалиться где-нибудь И пролежать так до утра. И я его понимаю. Но мне так много всего нужно узнать! Через несколько минут он приблизился ко мне и... Прошел мимо! Прямо в распахнутую дверь дома. Что ж, видимо, все вопросы откладываются на неопределенный срок. Только я об этом подумал, Как Рена вышел из дома с пустыми руками И сел на скамью так, Что его лицо оставалось в тени. В то время как лампа освещала его спину, Создавая вокруг него неясный ореол. Делая его похожим на какого-то святого. Рена тут же избавил меня от необходимости начинать разговор. По глазам вижу. Ты меня хочешь о чем-то спросить? Что ж, начинай. Я помогу. Чем смогу. Охуенно, и че спросить? Эх, про луну... Да ну коль хайном луну? Мир в целом, или про трупа? Ладно, давайте все же про трупа. Я. В общем говоря, я гулял по лесу и набрел на такое место. Я там уже был, но раньше не заметил одной пещеры. Рена выдохнул с таким звуком, будто бы он понял о чем я говорю. Я знаю о чем-то. Что ты там видел? Я честно рассказал ему все, что мне довелось лицезреть, Добавив собственных ощущений. Пока он слушал, он все больше и больше морщился. Так я и думал. Сказал он, когда я кончил рассказывать. Понимаешь, Семен, На самоубийцах никто не молится. Их никто не хоронит. Их таки оставляют висеть на веревках. Я же их снимаю и хороню как следует. Но почему? Считается, что самоубийство худшее. Что только может совершить человек. Я так не думаю. Это такая же ошибка, как и любая другая. Но исправить ее ты уже не сможешь. Ты уже не сможешь повзрослеть, поумнеть. А тебя так клеймят перед Богом и всем светом. Я промолчал, ожидая, что он скажет что-то еще. Но ему, видимо, самому была неприятна эта тема. Так что он отвернулся и промолвил. Не повторяй ошибок этих людей, Семен. Мне совсем не хочется хоронить тебя. В конце концов, а кто сегодня без греха? Главное лишь, чтобы эти грехи не слились в один большой ком и не привели кого к такой поистине ужасной участи. Я кивнул, растроганный таким участием. Кажется, в уголках моих глаз даже выступили слезы. И я незаметно утер их рукавом. Что за грехи? Он удивленно глянул на меня. Но все же ответил, в тот же миг повернувшись ко мне спиной снова. Неужто не знаешь? Семь смертных грехов. Уныние, гнев, зависть, чревоугодие, блуд, сластолюбие и гордыня. Оцени себя с такой позиции. Посмотри, что в тебе не так. Что надо в себе подлатать? Не мне это говори! Прибавил он строго, когда я начал задумываться, что из этого мне присуще. Скажи это себе. Я постарался, честно постарался. Что-то в себе найти. Но то ли во мне вовсе не было греха. Или я слишком устал за весь сегодняшний день. Но мне не пришло в голову абсолютно ничего. Словно во мне не было ни плюсов, ни минусов. Это такая оболочка для дальнейшего развития. А что зависит от этих грехов? Нет, понятно, что по ним... Нет, понятно, что по ним понятно, какой ты человек. Но что еще? От них зависит твоя дальнейшая жизнь после смерти. То есть... Ад и рай? Рана кивнул, повернувшись ко мне лицом. Да. Рай и ад. Те, кто не покаялся в грехах своих. Изгоняются вон, в ад. К вечному плачу и скрежут у зубов. Говорят, что ад для каждого свой. Для дьявола и его ангелов это вечное пламя. Напоминающие им о своей сущности. А рай? А рай для тех, кто покаялся в грехах своих. Кто чист душой и духом. Так просто? Нужно лишь покаяться? Рана, должно быть, понял... Понял, о чем я думаю и потому добавил. Но покаяться нелегко. Это означает отринуть от себя свои грехи. И более их не совершать. Нет безгрешных людей, Семен. Есть лишь люди покаявшиеся. И не покаявшиеся. А неверующие... Захотелось спросить мне. Но задать этот вопрос вслух я не решился. Да и Ране вновь отвернулся от меня. Я смотрю, у нас тут выборов... Просто охуеть сколько разнообразных. Про лунуэмер в целом или про лунуэмер в целом. Блин, я даже не знаю, про что спросить-то тогда. Но, наверное, про лунуэмер в целом, а не про лунуэмер в целом. В общем-то, давайте спросим про лунуэмер в целом. Ибо нам же надо спросить про лунуэмер в целом, а не про лунуэмер в целом. Короче, давайте уже спрашивать Я посмотрел наверх, снова на луну И снова меня посетили мысли Как же так вышло? Я задал этот вопрос старику На что тут промычал нечто не членораздельное? Будто бы не хотел об этом говорить Или вовсе не знал этого А потому я терпеливо ждал, облокотившись о косяк в входной двери За это время Рене сходил куда-то вглубь дома Вернулся снова с пожелтевшим от времени листком бумаги И наконец он прокашлялся и заговорил Я когда-то тоже задался этим вопросом Как и тем, что было до меня Так было, что ни мой отец, ни мой дед Ни дед моего деда не знали о том, что было раньше А я был молодой Хотел как-то все знать А они так жили всегда Жили, как живу я И ничего больше знать не хотели Царствие им небесное Я внимательно слушал Он... Знает? Видел у меня в доме книги И не дожидаясь моего нетерпеливого кивка Продолжил Я читал, много читал Так вышло, что до меня эти знания тоже кто-то искал Нашел и записал А потом мне... А потом это переписывали Мне повезло найти в том лагере такую перепись Я задоел... Затаел дыхание Он еще и о лагере знает Его переписал некий монах Иоанн Он писал ее на том языке На котором писали еще тогда Когда это случилось К счастью, прадед мне его еще в детстве в толк ввел Я эту книгу потом вернул обратно Конечно же, раз не мое, то и трогать не стоило Так там так про это написано Он расправил ту бумажку, которую он до сих пор сжимал в руке И прочитал С неба упал камень невиданных размеров Угненным кулаком он проредел западный лес А когда люди пришли туда посмотреть Камня там не оказалось И той же ночью мы заметили Что этот камень отломился от второго светила Как его называют люди, луны И в поверхности светила зияет дыра Черная, как мрак ночи То есть он просто отломился? Как пишет Иоанн Да, просто отломился Но так же не бывает Как видишь, бывает И мы вновь замолчали Может, ядерный взрыв? Но тогда почему не было звука? Не могут просто так куски луны с неба сваливаться И если подумать Отвались от луны такой кусок Он бы повес в воздухе, а не полетел на землю Очень любопытно Расскажи мне про то, что было дано с тобой И желая оправдать свое незнание Я добавил потупивый взгляд в рыжую траву Меня никто не учил читать Понимаю Это звался старик В наше время мало осталось грамотных людей Он прокашлялся Так, слушай Кое-что я узнал сам Кое-что мне рассказывали А кое-что я видел своими глазами Люди выдумали себя богову вместо единого бога Выдумали делить человека как лошадиную породу Из-за обилия таких делений и началась война Последняя война Они договорились не использовать свое оружие Такой силы, что против него попросту нет спасения Сейчас такого нет И слава богу Он перекрестился Но все же много погибло Мертвых было так много Что за их похороны никто не брался Каждый подозревал другого И каждый мнел себя единственным, кто зрит истину Кто-то убил себя сам Не так, как те, которых ты нашел Нет Они спрыгивали с высоких домов Ломали себе ноги Вновь поднимались и добивали самих себя Они не жалели никого Даже самих себя И так было, что выжило И так было, что выжило совсем немного Лишь небольшая горстка самых стойких И они принялись возрождать человеческий род Согласившись в том Что все подозрения и обиды Необходимо зарыть глубоко под землю Сначала бог посылал им лишь Двуголовых уродцев Никуда не годных Их съедали, чтобы выжить Но один мужчина, передавший Под конец своей жизни Эту историю своему сыну А тот своему молел бога о помощи Он молел год, молел два Молел пять лет И бог услышал его И еще через два года От него родилась здоровая девочка Названная Он нахмурил лоб Женя? Странное имя было То ли Ва-си-ли-са То ли На-де-ж-да Да Надежда Как я давно не слыхал этого Слова Оно стало проматерью Всего человеческого племени А про отцом стал брат ее Рожденный годом после Имя которого мне неизвестно Брат? Да уж Инцестом они не брезговали А дальше? А дальше пожинали плоды Наших предков То, что осталось от них Использовали они Многое Очень скоро пришло в негодность Многим они не нашли применения И забросили Оставили гнить Да Скоро от прошлых людей И не осталось и следа А что от них осталось Возможно мы узнаем В следующий раз Что ж на этом на сегодня все Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok